Так, вот это что? Монетки. Правильно, вы у меня умнички знаете. Монеты. Эти малыши уже в три года знают, что такое чеканные монеты и как выглядели бумажные деньги давным-давно, когда даже мамы с папой еще не было. Показывает им воспитатель и современные банкноты. И пусть пока считать до десяти они еще не умеют, но понимают, на какую разноцветную бумажку конфет нужно купить много, а на какую нет. И хотя реквизит никакой ценности не имеет, это муляж, но Ольга Гонца учит воспитанников бережно относиться к деньгам уже сейчас. Начальные уроки финансовой грамотности преподает в Щекинском детском саду шесть лет. Так что первые ученики сейчас уже ходят в школу и имеют карманные деньги, которые тратят наверняка с умом. Чтобы быть богатым, нужно быть финансово грамотным. И вот именно эти зернышки финансовой грамотности мне хочется заложить в дошкольном возрасте наших детей, чтобы потом было легче идти по жизни. Уроки финансовой грамотности в детском саду проходят в игровой форме. Это тоже придумала Ольга. В помещении смоделировала офис банка и ребята выполняют функции и сотрудников, и клиентов. Малыши приходят, становятся в очередь, получают талончик для консультации. Они уже знают, что такое взять кредит. Нужно получить разноцветную бумажку, но вернуть нужно будет на одну больше. Отдельная очередь выстраивается к картонному банкомату. Там можно получить наличные, просто выдвинув ящик. В помощь особо любознательным калькулятор. Ребята должны понимать, что все услуги оплачиваются. Я решила создать финансовый тревелбук, то есть тревелбук по финансовой грамотности. Смысл тот же, но здесь у нас все упирается в то, что мы должны распланировать наш бюджет. Вот, например, у нас финансовый тревелбук – это поездка на море. Здесь родители с детьми могут распланировать. Этот финансовый проект для малышей Ольга отправила на региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Жюри оценила креативность, оригинальность идеи и ее актуальность. В итоге – первое место. Теперь о Щекинском детском садике узнают на уровне России. Федеральный этап конкурса пройдет в Волгограде в конце сентября. За это время трехлетние мальчишки получат первые навыки, пусть и наивного, но уже предпринимательства. А девчонки, как будущие хозяйки, научатся строить семейный бюджет. Правда, пока он измеряется конфетами и куклами. Нина Черней, Антон Дорофеев, Первый Тульский.